Вопрос самовольного строительства на территории Краснодарского края остается актуальным. Однако появились новые правовые механизмы борьбы. Если раньше в соответствии с градостроительным кодексом проверка объектов проводилась только после экспертизы проектной документации, то сейчас Госстроинадзор может проводить работу по объектам незаконного строительства на основании обращения муниципалитета. Это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства по контролю объектов капитального строительства. Сегодня по поручению губернатора готовится постановление о мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории Краснодарского края. Оно будет принято взамен постановления, которое было принималось в 2014 году. В рамках этого постановления будут разъяснены и отдельные пункты, которые будут более дополнены в соответствии с изменением федерального законодательства. Тем самым будут регламентировать действия муниципальных образований и Государственного строительного надзора. А это значит, что все муниципалитеты должны будут следовать единому нормативному акту. Это позволит упростить деятельность всех контролирующих служб в части борьбы с самостроями. Новый норматив заработает на территории края до конца года. В частности, для Сочи такая методика должна принести особые результаты. Сейчас на курорте 1140 самовольно возведенных объектов. По многим из них уже приняты судебные решения и будут проведены сносы. Мало того, работа сейчас, активная работа в Сочи ведется и по вопросу, связанному с взысканием неустойки судебной за неисполнение решения суда, там тоже очень достаточно серьезные цифры именно к тем, кто допустил самовольное либо незаконное строительство и серьезные санкции. И я думаю, что ситуация в этой части, как бы неотвратимость наказания, она налицо будет. Застройщиков обяжут самостоятельно снести свою постройку. В случае неисполнения они заплатят большой штраф, попадут в черные списки и понесут уголовную ответственность. Выявляет нарушителей специальная мониторинговая группа, состоящая из сотрудников мэрии и прокуратуры. Результаты их работы будут проверяться краем еженедельно. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.